Сейчас решается судьба территории бывшей воинской части на Инженерной улице в Дмитрове. В сентябре 2009 года располагавшуюся практически в центре города автобригаду вывели окончательно. Дмитров покинул 474-й отдельный батальон. А затем началась история постепенного разрушения некогда образцового военного городка. Сейчас в его помещении идеальная съемочная площадка для фильмов ужасов или съемок боевых действий в черте города. В настоящее время данная инженерная часть закрыта. Там установлены у нас центры молодежи, которые из спорта. Там есть специальные люди, которые более-менее охраняют часть. Потому что было помнить в свое время, когда она была полностью разрушена. Там были несанкционированные навалы мусора. И в центре города у нас был некий оазис именно грязи. В другом я не могу, в другом это не называется. На сегодняшний момент ситуация изменилась в лучшую сторону. Идут подвижки со стороны области о передаче данной территории все-таки в район. И чтобы район ее рационально использовал. Весной этого года во время генеральной уборки города было принято решение привести в порядок территорию бывшей автомобильной воинской части. Волонтеры, спортсмены, школьники, работники образовательных учреждений и других организаций дружно взялись за наведение порядка в заброшенном военном городке на инженерной улице. Мусор вывозили камазами. Столько накопилось различных отходов на этой заброшенной территории. Так или иначе, существуют на сегодняшний день проблемы, с которыми нам еще бороться, бороться и бороться. Какие? Например, по данной территории земля является еще не муниципальной собственностью. Соответственно, проходящие сети, также инженерные сети не являются муниципальными. Но у нас существует там постоянная проблема. По данной территории проходит конденсационный коллектор, от которой сточные воды отходят от жилых военных домов. Бывших военных домов на Большевицкой. И этот коллектор все время выходит из строя. Неоднократно через аварийные службы района была прочистка данного коллектора. Но это не дает необходимого полноценного результата. Поэтому данный коллектор нуждается в перекладке. На сегодняшний момент опять проблема существует. Уже, видимо, граждане ощутили это на себе. Это разлив канализации, соответственно, запах. И когда еще было жарко, это вообще было ощутимо. Но я думаю, в ближайшее время проблема разрешится. Мы попросили специализированной организации также произвести прочистку данного коллектора. И, в общем-то, у них это получилось. Еще недавно на этой территории проводили свои занятия дмитровские кадеты. Проходили соревнования военно-спортивных клубов. Сейчас бывший военный городок на Инженерной улице закрыт на замок. Все семьи бывших военных, находившиеся в общежитии воинской части, переселены в другие места. Не знаю, что будет дальше. Это, в принципе, принимать уже, наверное, и общественности, и главе Дмитровского района. И, возможно, губернатор нам подскажет. Но, в моем понимании, я бы, конечно, разбила какую-то зону отдыха и парка. Потому что хорошее место. Причем Борисоглебский монастырь этому способствует. И мы могли бы, на мой взгляд, привлечь туда туристов. Вот как-то я вижу там город-сад, скажем так. Чтобы это были кафешки какие-то. Ну, какую-то зону отдыха, парк, кафе, прудики, скамейки. Ну, чтобы как-то и при что-то огороженное. Я думаю, всегда приятно жителям района отдохнуть вот в таком месте. Губернатор Андрей Воробьев пообещал лично контролировать передачу территории заброшенной воинской части в центре Дмитрова в состав города. Судьбу этого заброшенного военного городка решает Министерство обороны России, Подмосковное министерство имущественных отношений и Министерство строительного комплекса и ЖКХ. Они прислали несколько комиссий, которые оценивали нынешнее плачевное состояние данного объекта Минобороны. Личное вмешательство губернатора Московской области несколько ускорило затянувшийся процесс передачи территории ВЧ-71523 Дмитровскому муниципалитету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова